Всем привет! Сегодня мы не в Праге. Мы приехали в один замок, который можно смело назвать чемпионом по легендам. Историю этого замка я сейчас расскажу. Легенды тоже. Все рассказывать не буду, их много. Но одна из легенд начинается так, что в этом замке когда-то жила девушка. Она была дочерью владельца замка. И вот однажды она влюбилась в молодого юношу, богатого, молодого, красивого. Но он выбрал не ее. Ему понравилась другая. Тоже молодая, красивая, богатая. Узнала об этом дочь владельца этого замка. Поднялась на верхний этаж своего дома, своего замка. И бросилась вниз. Но не упала несчастная воду, а разбилась о камни. Кровь брызнула и попала на стены замка. Отмыть кровавые следы со стен не удалось. Поэтому было принято решение покрасить весь замок в красный кровавый цвет. Другое объяснение происхождения цвета замка тоже печально. Владелец замка, благородный рыцарь Гутрам Каба, взял в жены Жанну из Дирна. Между супругами часто возникали разногласия на религиозной почве. Поскольку Гутрам был ярым католиком, а Жанна сторонницей протестанизма. После очередной ссоры она сорвала со стены фамильный крест, на котором ежедневно молился муж. И выбросила его из окна в воду. В тот же миг небо почернело, налетела страшная буря. Из пруда выскочил черт и утащил Жанну черт знает куда. Тело девушки так и не нашли, а ее незавидной участи говорили лишь кровавые следы на белой стене замка. Как ни старались придворные смыть их или закрасить белой краской, у них ничего не получалось. Наутро пятна крови проступали вновь. Единственной возможностью избавиться от зловещего напоминания оставалось полностью перекрасить замок в кровавый цвет. Ну и легенда третья. Одна молодая аристократка, которая проживала в замке Червена Лгота, однажды начала сомневаться в своей вере и божьей справедливости. Эти мысли пришли ей в голову после смерти ее любимой матери. И как и в предыдущей истории, несчастная в озеро выбросила крест. И с тех самых пор непонятно, где ее черти носят. А посмотрите, что здесь написано. Прежде чем вы посетите замок, вы должны прочесть вот это вот правило поведения в замке. Не буду читать все, например, что нам понравилось. Что нельзя приносить в замок, внутрь замка собаки. И заплакала Миша в этот момент. Канарейки, аквариумных рыбок и никаких других животных. Фотографировать можно без использования... А, по-русски вспышка, по-чешски блеск. А блеск – это значит молния. Без использования молний, грома, града. Подаете дронов. Ну, то такое. А, да, чтобы дронов там не было у вас. В общем, ходите хорошо одетые, трезвые, не под воздействием всяких наркотиков, а задаете интеллигентные, нормальные вопросы. В общем, в противном случае вас выгонят из замка. Вы лишитесь уважения, чести, уважения и денег, которые вы заплатили. Итак, на экскурсию внутрь замка мы не пойдем. Мы в нем уже были. Кто приедет в этот замок, обязательно рекомендую посетить. В замке можно снимать, фотографировать. История замка интересная, внутреннее убранство очень красивое. Мы не пойдем, потому что... Ну, что не пойдем. Вот. Что еще хочется сказать об этом замке? Пару недель назад мы посещали очень красивое место, город Телч. И вот в городе Телч находится замок, который чехи, именно жители Чехии, по опросу, после опроса признали самым сказочным замком Чехии. Но лидировало еще, с этим сказочным замком Телч, лидировало еще два замка. Один из этих замков был замок Пернштейн. Кстати, мы в нем тоже были. И этот замок находится недалеко у города Брну. Великолепный. В нем Ван Хельсинга снимали. Очень красивый замок. Действительно, я тоже согласна с тем, что это замок, который стоит увидеть. И еще один замок. Вот три замка вышло в финал. Телч, Пернштейн и замок Червена Лгота. Червена Лгота тоже, по мнению жителей Чехии, считается самым сказочным замком Чехии. И что характерно, здесь нет туристов. В основном Чехии. Ну, единственное, что мы сейчас видели группу туристов из Германии. Пожилые люди, пенсионеры, большой компании отправились на экскурсию. Вот. Такой вот замок. Еще, что об этом замке хочется рассказать. И именно, может, даже где твои сюда и приехали. Легендами полны все чешские замки. Но в этом замке висит одна картина. Женщина, которая изображена на этой картине, она не жила в этом замке. Она имеет отношение к Чехии. Ну, потом расскажу, какое. Но в замке она не жила. Но в историю, в историю мировую, она вошла как самая некрасивая женщина. И вот о ней я бы хотела рассказать. Да, потому что ее портрет висит здесь. И кто сюда придет, тот этот портрет увидит. И потому что это очень интересная история. Мне она очень понравилась. Итак, история самой некрасивой женщины. Принцесса Маргарита Тирольская в историю вошла как самая некрасивая женщина в мире. Слухи о ее уродстве пережили принцессу на множество столетий. Даже после ее смерти знаменитый фламандский художник посвятил ей портрет, который назвал ни много ни мало «Уродливая герцогиня». Она стала героиней сказок и легенд об ужасной старухе. Сегодня, разглядывая изображения безобразной принцессы, возникает только одна мысль. Неужели женщина с таким лицом действительно существовала? Однако, не все так просто в истории уродливой Маргариты. Итак. Родилась Маргарита в далеком 1318 году и была единственным выжившим ребенком своего отца, короля Чехии и герцога Тироля Генриха Харутанского. Герцогство ее отца было самостоятельное маленькое независимое государство со своими законами и войском. Маргарите, как единственная наследница, предстояло возглавить его как самодержавной правительницы. Но править без поддержки мужчины, по мнению средневекового общества, средневековой женщине было как бы сложно. Поэтому, когда Маргарите исполнилось 11 лет, отец договорился о ее браке с восьмилетним Иоганном Генрихом, третьим сыном короля Яна Люксембургского. Помимо этого, молодой жених являлся еще и родным младшим братом Карла IV, будущего императора Священной Римской империи. Маргарита была высокая, худая, с пухлыми губами, что по канонам того времени красотой не являлась. Да и к тому же она была умная, а это уж совсем фу. В общем, мальчику, принцу, она не понравилась. Да и Маргарита к жениху любовью не воспылала. Поэтому после свадьбы молодые поселились в Тироле, но в огромном замке жили раздельно. Когда умер отец, Маргарите было 17 лет. Австрийский герцог Альберг как только узнал о смерти правителя Тироля, решил, что с молодой женщиной, мужем которой является 13-летний ребенок, считаться не стоит, и оккупировал часть ее герцогства. Но юная Маргарита, как мы уже помним, была непростительно умной. И поэтому проявила себя как мудрый правитель. Собрав своих подданных, она произнесла перед ними пламенную речь, в которой выступила резко против раздела своей страны. Маргариту народ поддержал. Вспыхнуло восстание, и австрийцы были вынуждены покинуть страну и признать Маргариту правительницей Тироля. А в отличие от современных лидеров революций, умеющих лишь обещать процветание, Маргарита обещание, данное на средневековом Майдане, сдержала. Она ослабила налогообложение, торговля в герцогстве процветала, строились города, велась разумная внешняя политика. А когда Маргарите исполнилось 25 лет, она встретила свою любовь – баварского принца Людвига. Молодые люди полюбили друг друга, но у Маргариты на тот момент был нелюбимый муж. И вот тут Маргарита показала средневековому обществу самые настоящие чудеса эмансипации. Она решила, что заключенный в детстве брак ее совсем не устраивает. И однажды, когда нелюбимый муж был на охоте, отдала приказ не впускать его в замок. После чего и вовсе, наплевав на древние устои, самостоятельно на правах правителя объявила о своем разводе. Для средневековой Европы это было очевидное, невероятное. Самостоятельно разведясь с мужем, Маргарита вышла замуж за любимого. К слову, брак Маргариты и Людвига стал первым в истории светским браком. А вот обиженный Иоганн Генрих не захотел мириться с такой неслыханной дерзостью и решил пожаловаться. А кому? Да, конечно, папе римскому Клименту IV. Ведь до открытия самого демократического государства в мире еще было много времени. Поэтому роль европейского полицейского на тот момент исполнял Ватикан. Именно там знали, как правильно. Развелась? Без позволения папы? Вышла замуж, его не уведомив? Ну, знаете ли. В общем, скандал был ужасный. Мало того, что женщина самостоятельно объявила развод, так она еще и вышла замуж при живом-то муже. Вот тогда-то и обрушились на голову Маргариты страшные санкции. Первым делом их с Людвигом выгнали из большой восьмерки. Ой, нет, пардон, это было потом и не с ними. А вот Маргариту и Людвига отлучили от церкви и пригрозили средневековой мировой изоляцией. Отлучение от церкви абсолютно ненабожную Маргариту совсем не тронуло. Да и с изоляцией не сильно получилось. Ведь Людвиг был сыном одного из самых влиятельнейших правителей того времени, герцога Баварского, который, в свою очередь, поддержал сына с невесткой. В общем, санкции не работали. Поэтому Ватикан пошел дальше. Против Маргариты решили вести информационную войну. Вот тут-то и нашли слабую сторону герцогини. Губы. А они у нее были полными. Вот так и появилось прозвище, под которым принцесса и вошла в историю. Маультаж. Так называли крупные пельмени в крестьянской швабской кухне. Современные девушки скорее бы позавидовали такому прозвищу. Но стандарты красоты в 14 веке были другими. Высокий рост, стройность, полные губы, небольшой нос не отвечали канонам красоты средневековой Европы. Внешность принцессы скорее считалась бы красивой в наше время. Но, увы, Маргарита родилась тогда, когда за скромность, опущенный взор, поджатые губы, бледную кожу ценились девушки. И ее же внешность была на любителя. И таким любителем оказался Людвиг, который, к слову, прослыл средневековым красавцем. И вот вряд ли он бы влюбился в какое-то страшилище. И пока Маргарита с Людвигом жили в любви и рожали детей, по Европе распространялись слухи о ее ужасном уродстве. А вот первый муж, кстати, однажды все-таки пришел к Маргарите за примирением. Дело в том, что он тоже решил жениться. Но, как законопослушному гражданину, ему потребовалось разрешение на новый брак и подтверждение от Маргариты, что фактически супругами они никогда и не были. Развод в итоге был оформлен. А вот отлучение от церкви Людвига и Маргариты оставалось в силе еще много-много лет. Прожили Маргарита и Людвиг счастливую семейную жизнь. У них родилось двое сыновей. Но, увы, старший сын умер в возрасте 17 лет, а второй пережил отца и вошел на престол Баварии. Правда, долго там не продержался, скончавшись через два года. Маргарита пережила и детей, и любимого мужа. Но Тироль в итоге так и не удержала. Ее герцогство, потеряв независимость, вошло в состав Австрии. Умерла Маргарита в Вене в возрасте 51 года. Кстати, один из районов австрийской столицы носит ее имя Маргаретен. А вот черный пиар пережил Маргариту на много столетий. Почти через 200 лет после рождения Маргариты великий Леонардо да Винчи создает серию карикатур. Исследователи утверждают, что да Винчи имел огромный интерес к необычным лицам, нескладным фигурам, уродствам и несовершенствам, как бы вступающим в противоречие с той системой идеальных пропорций тела, над которой он работал. Так и появились гротескные рисунки безобразных старух, в которых по непонятным причинам люди, никогда не видевшие живьем тирольскую принцессу, признали Маргариту Молдаш. А еще позднее фламандский живописец Квентин Массейс на основе одной из карикатур да Винчи создает картину, которую называют «Уродливая герцогиня». Но, как говорится, лиха беда начала. Легенды о безобразной герцогине были включены в XIX веке одним из братьев Гримм в сборник «Немецкие саги». А английский художник-карикатурист Джон Тенниел вдохновился картиной Массейса, иллюстрируя в 1865 году книгу Лиса Кэрола «Алиса в стране чудес». А в 1923 году о последней герцогине Тироля вышел роман Леона Фейхтвангера, который так и называется «Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ». Вот так жила себе умная, вполне симпатичная женщина, главная ошибка которой заключалась лишь в том, что в разгар Средневековья она вдруг решает, что вправе определять свою судьбу самостоятельно, своевольничать и выбирать себе мужей, счастливо жить в светском браке, отлученной от церкви, и еще сметь оказывать какое-то влияние на европейскую политику. Самое простое оружие против женщин, которое, к слову, используется вплоть до наших дней, это обесценивание ее внешности. Вот и средневековая пропаганда с этим заданием великолепно справилась. Сегодня уже никто не вспомнит Маргариту как умную и справедливую правительницу, лишь как самую безобразную женщину в мире. Но мы же с вами помним, что слава о уродстве Маргариты происходит из отравленного источника. Значит, и ценность ее ничтожна. Еще одна удивительная история произошла с этим замком уже в 20 веке. А какая история? Было дело такое, что этот замок после Второй мировой национализировали. И спустя какое-то время из этого замка было решено сделать дачу для министров сельского хозяйства. Если я не ошибаюсь, министров сельского хозяйства. Так вот. Но в замке был смотритель. Его звали Антонин. Фамилию я его не помню. Человек этого звали Антонин. Фамилию напишу. Не знаю, если это важно. Так вот. Этот человек не хотел отдавать этот чудесный замок каким-то там министрам сельского хозяйства. И что он придумал? Вы видите, вокруг замка озеро, или что это? Рыбник по-чешски. Ну, озеро. Он открыл какие-то шлюзы, которые здесь недалеко находятся. И в это чудесное озеро, вокруг прекрасного замка, вылилось, прошу прощения, одно – канализация. Когда приехала комиссия, то они обнаружили, что вокруг замка плавает ковно. Запах стоял отвратительный. И, конечно же, министры от такого отказались. Вот так хитрый смотритель спас замок Червен-Алгота. За что считается сейчас героем этого замка. Его портрет тоже висит в замке Червен-Алгота. И экскурсовод вам обязательно расскажет эту историю. Именно благодаря этому человеку замок стал доступен для общественности, для обычных туристов. Потому что, ну, поселились бы там министры со своей дачи, и все. Нет, сейчас бы, конечно, я думаю, мы бы... Еще напало. Еще напало на человека. Если бы тут министры, тогда бы поселились со своей дачи, люди бы не смогли сюда ходить на экскурсии. А так, ну, подумали министры, раз, здесь у меня и дерьмом, пусть сюда ходят простые смертные. Вот так. Ну, а дальше вот еще, что я вам хотела рассказать. Почему же Червен-Алгота? Что такое вообще Червен-Алгота? Однажды, в 1465 году, на скалистом берегу пруда появилась классическая средневековая крепость. Позже это место так понравилось одному чешскому рыцарю, что он его решил выкупить и велел на месте крепости построить замок в стиле ренессанса по проекту итальянского архитектора. В 1555 году замок был построен и тут же получил свое имя Ново-Алгота. Почему именно Алгота? Алгота – это название многих деревень и городских районов на территории средневековых богиней, Моравии и Словакии, когда жители новых поселений имели определенные повинности перед феодалом. Как право, они носили временный характер и длились 5-8 лет, по истечении которых крестьяне и ремесленники получали полную свободу. Этот период и назывался Лготой. А, например, в российской истории такие населенные пункты назывались Слобода. А здесь самый настоящий водопад шумит! Посмотрите! А, наверное, эти шлюзы Антонин открыл! Чтоб говно потекло! Как красиво! Смотрите, какое отражение красивое! Место, на скалистом берегу которого и был возведен замок, и являлось такой Лготой. Рыцаря, построившего замок Нового Лгота, звали Ян Каба. За свою жизнь этот человек испытал настоящую трагедию. Эпидемия чумы унесла жизни всех его детей. После его смерти замок получил в наследство его дальний родственник, тот самый Гутрам Каба, жена которого, Жанна, выбросила крест мужа католика в озеро, за что и была унесена чертом, оставив после себя лишь капли крови на стене замка. Была ли такая история, или женщина пропала при других обстоятельствах, доподлинно неизвестно. Но именно с тех самых пор замок был перекрашен в красный цвет и получил свое новое название, которое сохранилось и по сей день Червена Лгота. Из чего несложно догадаться, что червена в чешском языке значит красная. Чуть не забыла, а в этом замке снимали сказку Златовласка, чешскую. А теперь открою правду, я ее не видела, но я знаю, что это какая-то знаменитая сказка Златовласка, она и по-чешски будет Златовласка. И вот снимали ее здесь. Говорят, она была популярна этой сказкой в Советском Союзе. Сказка Златовласка снималась в замке Червена Лгота. Вот так. И вот еще, если кто-то захочет приехать в замок Червена Лгота, замок небольшой, экскурсия здесь быстро пройдет. Вас еще обязательно останется время на городок, который находится рядом. А вот городок, который находится рядом, его обязательно нужно посетить. Этот городок называется Гиндриховградец. И кто в нем был, тот со мной согласится. Это один из красивейших городков Чехии. И он находится буквально в 20 километрах под Червеной Лготой. Так что вот так. Ни одной лишь Прагой прекрасной Чехии. Кстати, сейчас сезон охоты начался, только слышим, как стреляют охотники. Мы еще ехали, когда сюда видели сбор охотников, они в шапочках с перьями такие, с ружьями. А сейчас отовсюду раздаются выстрелы. Наверное, уток убивают. Ну и, как я говорила, здесь снимали фильм Златовласка. Ресторан Златовласка. Вот здесь в 300 метрах открыто с сентября по апрель. Так что вот Златовласка. Кто видел Златовласку, обязательно приезжайте. Кто видел и кому понравилось. Вот, обязательно приезжайте в Червену Лготу и идите в ресторан Златовласка. А все эти веревки, ну не веревки, как это ограждение остались после потопа. Типа по этой стороне идти можно, по этой нельзя. Она мокрая. Она мокрая, да. Потоп здесь был, видите, тоже видно. Ну, слава Богу, уже дожди закончились. И погода хорошая. А ну не холодно, нет жары, потому что жара была такая ужасная. Да, видно, тут была вода. И смотрите, мост как разделен. Жара была адская просто. Просто адская. Такой отвратительный август был, такой жаркий. Но вот потом вот эти дожди начались, а сейчас просто идеально. Идеальная погода для путешествий, для экскурсий по Праге, для путешествий по Чехии. Что вот. Вон там замок перетехнеется. И вот сидим мы возле замка червена лгота. Вокруг никого. Ну, как никого. Чехия? Одни чехи гуляют. А все туристы, которые приезжают в Чехии, толпятся возле замка Карлштейн, например. Кстати, Карлштейн вообще мне не нравится. Я не знаю, почему. Он считается прям замком номер один. Ну, для меня он какой-то, ну, не знаю, попса какая-то. Но, внимание, с этим замком связана одна с Карлштейном. Я сейчас из червенной лготы перемещаюсь в Карлштейн. И хочу рассказать, не все знают. Вот вы приезжаете в замок Карлштейн, а не знаете, что самая интересная история с ним произошла, кстати, в 20 веке. в Чехии. Я это видео когда-то выкладывала на канале очень давно и рассказывала как раз-таки не так историю замка Карлштейн, хотя я тоже там ее упомянула, но историю гениального мошенничества. Мошенник вообще по-чешски это подводник. Так вот, в Чехии был гениальнейший подводник и звали его Гарри Елинек. Вошел он в историю Чехии тем, что он продал замок Карлштейн. Конечно же, Карлштейн ему не принадлежал. Он вообще занимался всякими подводами, мошенничеством. Он продавал фальшивые шедевры мирового искусства, там подделывал это все. И однажды американским промышленникам он продал Карлштейн. Они его купили. Более того, этот человек, ну там история как он продал Карлштейна очень интересная. Там он арендовал замок, он взял артистов, попросил их изображать прислугу. Типа он будет фильм снимать о этой репетиции. И все это было на глазах у американских промышленников, которые поверили, что замок продается. В общем, мошенник. Тогда не было неинтересно. Это было в начале 20-х годов, если я не ошибаюсь. После этого он еще продал трамвайную линию в Праге. И еще он продал арендованную яхту в Хорватии. Этот человек, когда закончилась Вторая мировая, или во время Второй мировой, он убежал в Италию и там уже жил как любимый ученик Альфонса Мухи, какой им не являлся. Кстати, умер он уже в довольно солидном возрасте. было ему около 90 лет, что-то такое. Но когда уже умер Елинок, в Чехию приехал Майкл Джексон. И когда он увидел великолепный Карл Штейн, он просил, сколько это стоит, заверните. Но ему сказал переводчик, простите, но... Продал. Да, уже продал. Точно. Он сказал ему, вообще он ему сказал, что это не продается, потому что это принадлежит государству, им памятник архитектуры вообще как бы это не продается. Это не на продаже, это продано уже одним американским промышленникам. Я когда читала эту историю о том, как Майкл Джексон прям сразу с глаза загорелись, он хотел увидеть этот замок, думаю, был бы на месте этого переводчика Гарри Елинок, он бы продал. Я думаю, умственные способности Майкла Джексона были не самыми высокими, он бы точно купил. Вот. И сейчас мы сидим и читаем, что еще один чех, но это уже был не Гарри Елинок, это был... Как его звали? Ну, не знаю. Он продавал Лейфелеву башню, продал ее, да? Ну, продал, да. Да, продал. В общем, Остап Бендер, Остап Бендер, Остап Бендер вымышленный персонаж, А вот Гарри Елинок, это не вымышленный персонаж. Лейфелевый башню. Гарри Елинок, это не вымышленный персонаж. Виктор Лустинг. А вот Виктор Лустинг, некий, тоже чех, он продал Эйфелеву башню. В Ротце 25. Да, в 1925 году во Франции. Вот. Ладно, вообще, как бы, я начала о том, что вокруг замка нет иностранных туристов, они все сейчас в Карлштейне. А закончила продажи Эйфелевой башни. Смотрите, какая красота. Он еще достал уплаток. Уплаток? Взятку? За что? А бы, чтобы зарезервировать ее? Чех, который продал Эйфелеву башню, он еще перед этим получил взятку. Так нет, Лустинг, не уже достал паниза Эйфелеву вещь, но еще тучный уплаток. Он не только получил деньги за Эйфелеву башню, но еще и взятку за то, чтобы ее зарезервировать. Вот Чехия, как раз так. Ну, этот был еврей, вроде бы, я так поняла, да? Да. А Елинок был Чех. Вен. А его удрал в Вен? Да. В общем, когда будете в Карлштейне, помните, что этот замок дважды, один раз купили, второй раз чуть не купили. Наивные люди. этот, который купил, он был так унижен, что не признался в полиции. А месяц позже Лустинг вернулся в Париже и снова все покусил. Продал так. Человек, который купил, он был так унижен, что было признаться, что это его башня. А спустя месяц, да? Да. Продавец с Эйфелевой башни опять приехал в Париж и пытался ее кому-то втюхать. Вообще. Ну, этот сказал в полиции. Кто? Ну, этот, который хотел второй раз покупать. Но этот уник заточение. А, удрал. Короче, да. Второй покупатель понял, что его хотят отмануть, но тем временем этот Лустинг продавец Эйфелевой башни удрал. Так. Ладно. Еще раз. Прекрасный замок и нет туристов. Обидно. Обидно. А мы идем дальше. Ой! Ты что, убил собаку? Продал собаку. А посмотрите, что здесь. Это вот возле червенной лготы. Возле... Ну, в городке там червенной лготы. Что это такое? Какой памятник. Уже зарос травой. Ладно. Едем мы в Прагу. в городе. В городе. В городе. Он там нет. В городе. Вот тут. Я не в порядке. Вот, в самом центре Праги, в торговом центре, без понтова, можно очень вкусно поесть. И очень много. За это мы заплатили сколько? 600 крон? 600 крон? 600 крон. Это сколько? Это больше 20 евро. Ну, 24 евро где-то. Но зато это так вкусно. Это рамен. Кто любит, рекомендуем. Да, Мишутер? Всем спасибо, что были с нами. Вот такой у нас сегодня был день. Вот такие истории вам сегодня рассказали. А в следующий раз мы будем отмечать чей-то день рождения. Да, в следующий субботник. Да? Государственный праздник, честно. Все, всем спасибо. До свидос. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...